Всем занять свои места, пристегнуть ремни, потому что наш хайп-трейн идет до станции Night City. До релиза Cyberpunk 2077 осталось всего две недели. В интернет слили геймплей, который записывала пара неироничных наркоманов. Недавно прошедший Night City Wire… Короче говоря, всем нам уже не терпится вцепиться в грядущий шедевр от CD Projekt Red. Но давайте вернемся в прошлое. Если вы не знали, то Cyberpunk 2077 был анонсирован еще в 2013 году. Тогда миру предстал коротенький Cinematic, которым элитный представитель полиции Night City расправляется с безумной леди, вооруженной Мантис Блейдами. Тогда многие не обратили внимание на трейлер, ведь CDPR еще не успели получить всемирную славу. Чтобы вы понимали, примерно спустя месяц был анонсированный третий Ведьмак, так что тогда многие думали, что и выход Cyberpunk уже не за горами. Тем не менее, лишь через пять лет, во время презентации Microsoft на E3 2018, нам показали второй официальный трейлер. Учитывая громогласный успех франшизы про Геральта из Ривии, а также появление на сцене самого Киану Ривза, Cyberpunk впервые накрыла самая настоящая волна хайпа. И вот у нас тут идеальное сочетание. Всенародно любимый актер сотрудничает с не менее любимой публикой студии, которая, казалось бы, попросту не может ошибиться, что привело к тому, что повторный анонс Киберпанка стал одним из самых обсуждаемых событий в истории индустрии. Затем последовала сорокаминутная презентация, в которой демонстрировалось множество аспектов грядущей игры. От механик, которые были перенесены с настольной ролевки, до вождения, взятого прямиком из серии GTA. И все это завернуто в экшен-рпг-стилистику Deus Ex и Fallout. Кроме того, анонс 2018 года пришелся аккурат между выходом таких шедевров, как God of War и Marvel Spider-Man. Так что игроки поверили в очередной рассвет синглплеерных проектов. Тем не менее, игра находится в разработке уже 7 лет. Есть множество людей, которые считают, что Cyberpunk 2077 уже упустил свой момент. Сейчас CD Projekt Red находится между двух огней. С одной стороны, огромный хайп по их игре, а с другой — угроза, что ожидания игроков не оправдаются. Но давайте сначала о хорошем. Хайп — вещь вообще крайне хаотичная. Иногда разработчики вообще не могут его контролировать. А иногда, гением рекламной индустрии удается обуздать это чудище при помощи тщательной, умно выстроенной маркетинговой кампании. В чем обычно заключается идея раннего анонса игры? Правильно, чтобы привлечь к ней интерес. Это дает игрокам время обдумать покупку, рассказать об игре своим друзьям и реализовать свои творческие порывы, например, в косплее и других фанатских штучках. Подобный сорт хайпа помогает выстроить связь между игроками и разработчиками. В случае с киберпанком CDPR провели несколько очень крутых конкурсов. Фанаты со всего мира показывали, насколько они любят игру, создавая невероятные корпусы для ПК, косплеи и арты. До всемирного карантина ни одно игровое мероприятие не обходилось без косплееров в образе Ви или киберпанковых версий Геральта и Цири. В общем и целом, сплоченное комьюнити еще не вышедшей игры породило множество великолепных вещей. Многие фанаты нашли себе новые хобби. За примером далеко ходить не надо. Настульная ролевая система Cyberpunk 2020, на которой основан лор 2077, испытала доселе невиданный приток новых игроков. Короче говоря, Cyberpunk стал катализатором самовыражения и творчества множества людей. Даже сабреддит игры больше посвящен контенту, создаваемому фанатами, а не самому киберпанку, что абсолютно неудивительно. Таким образом, я плавно подхожу к негативной стороне всеобщего хайпа. С легкостью можно выделить два типа. Либо недостаток хайпа, когда всем плевать на грядущую игру и разрабы потеряют кучу денег. Либо его переизбыток, приводящий к разгромным отзывам геймеров и критиков, чьи ожидания не были оправданы. Многие последние релизы тому пример. Но сегодня я вам расскажу о третьем, самом опасном виде. Я называю его фаза Дюка Нюкема, когда фанаты ждут игру так долго, что с каждым днем поддерживать себе интерес становится все сложнее и сложнее. Увы, Cyberpunk 2077 находится именно в этой фазе. Позвольте пояснить. Дюк Нюкем Форева вышел в 2011 году, то есть спустя 15 лет после релиза оригинальной игры. Те, кто играл, не дадут соврать, что Дюк Нюкем Форева, прости господи, был полностью тошнотворным, отвратительным куском кривого кода. А его лучшей механикой была рисовальная доска с маркерами в начале игры. Более того, Дюк Нюкем Форева стал ярким прецедентом того, что если игра переживает несколько задержек, значит она находится в производственном аду. К счастью, есть все основания полагать, что у Cyberpunk 2077 даже близко все не так. Я хочу сказать, что переносы зачастую отрицательно сказываются на отношении игроков к проекту. Киберпанку приходится еще тяжелее, потому что комьюнити очень близко к сердцу принимает все новости, связанные с игрой. С другой стороны, у CDPR есть огромный кредит доверия, но он не бесконечен и может потихоньку иссякнуть. Кроме того, стоит учитывать, что Cyberpunk 2077 выйдет не только у нас, но и на Западе, где игра с легкостью зацепила чуткое эго многих, ну типа, тех игроков, которые не совсем склонны к покупке игр и геймингу в целом. Сначала 2077 окрестили трансфобным из-за того, что в лоре вселенной настольной ролевки Cyberpunk 2020 смена пола стала настолько обыденной, что люди стали менее человечными. Затем особенно ранимые оскорбились от рекламного постера с женщиной с очевидной выпуклостью в интересном месте и подписью что-то вроде, мол, смешай. Потом бесноватые начали обвинять Cyberpunk в расизме, мол, вудуисты — это карикатура на гаитян. Плюс Ви, мать его, посмел высмеять произношение одного из членов банды. Короче говоря, оскорбленных и обиженных хватает. Тем не менее, создатель оригинальной настолки по киберпанку Майк Понсмит выступил против этих игроков, если можно так сказать, в защиту игры, сказав, что созданный мир — место, к которому человечество не должно стремиться. Его Найт-Сити — это ужасный город, который вскрывает все пороки людей. Кроме того, от себя хочу добавить, что все оскорбленные на тот или иной аспект киберпанка, скорее всего, вовсе не покупают игры, а в основном просто визжат, дабы их услышали. Но есть у Киберпанка 2077 пара грешков, которые очень трудно простить, и один из них — вырезанный контент. В 2018 году нам показали гардероб, но его больше нет. Бег по стенам? Полноценное метро? Я сказал, взяли и забыли. Что еще хуже, по интернету ранее разошелся слушок, что 2077 будет короче третьего Ведьмака. Но благо после того разработчики рассказали, что главный квест в третьем Ведьмаке — это только разминка. Хочу вас заверить, все это чушь. Дело в том, что после одного из Найт-Сити-Уайр старший квест-дизайнер Патрик Майлз сказал, что лишь малая часть игроков полностью прошли главную сюжетную кампанию третьего Ведьмака. Из-за этого его команда попыталась найти более доступный подход, и в результате основная кампания киберпанка будет немного короче, чем похождения Геральта. В остальном же 2077 будет полон всяческого контента. Не говоря уже об огромном потенциале реиграбельности, создании разных билдов и так далее. Чему мы, конечно же, охотно верим. К тому же недавно главный тестировщик игры рассказал об одном из своих текущих забегов. Он выбрал жизненный путь кочевника и уже провел в проекте 175 часов, и конца пока не видно. Правда, сотрудник CDPR установил максимальную сложность — старается действовать скрытно и тщательно ищет всякую экипировку и полезности. Его опыт показывает, что фанаты игры смогут задержаться в ней на долгое-долгое время. Ну а вторым грешком, конечно же, являются переносы. Поверьте мне на слово, многие действительно просто взяли отпуск на 19 ноября, чтобы поиграть в Cyberpunk на релизе. Как жаль, что отпуск кончается раньше, чем наступает 10 декабря. Нажмем дружно F за этих людей, так сказать. Разработчики оправдали перенос тем, что им необходимо оптимизировать свою игру на текущее поколение консолей, несмотря на то, что Cyberpunk уже был сертифицирован как Sony, так и Microsoft. Как говорится, мне от ваших оправданий не легче. ACDPR, которые только-только восстановили свою репутацию, в очередной раз получили волну негатива в свой адрес. Еще сильнее ситуацию усугубила фраза от исполнительного директора студии Адама Кичинского, который назвал кранчи не такими уж и плохими. К счастью, ему хватило ума извиниться за свои слова, но отхватил, как мы помним, он тогда знатно. Подводя итоги, хочется сказать, что CD Projekt Red всегда были на хорошем счету у геймеров, но это не может продолжаться вечно. Уже известны случаи, когда ребятам из CDPR угрожали смертью из-за переноса на 10 декабря. Оверхайп, связанный с Киберпанком, достиг фазы Дюка Нюкема. Одна часть комьюнити обвиняет разработчиков в задержках, другая за то, что они вынуждены кранчить, а третья и вовсе агрится из-за графики в консольных демонстрациях игры, что, как по мне, полнейшая глупость. И все же, Cyberpunk 2077 остается одной из самых обсуждаемых игр. Но смогут ли разработчики оправдать ожидания? Узнаем 10 декабря. Я надеюсь на лучшее, и как я уже говорил в прошлом видео, крепитесь. Так, а теперь вы поделитесь, что насчет всей этой шумихи и хайпа вокруг Киберпанка. Как думаете, оправдает ваши ожидания? Уже взяли отпуск? Давайте пообщаемся в комментариях, поделитесь своими мыслями. Также будем рады видеть вас у нас в Дискорде и на лайв-канале. Не забудьте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV, смотрите и играйте вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok